не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем ясно видно что все что мы знаем это переживание опыт знаем ли мы или могли бы мы знать что-либо вне опыта нашим единственным знанием мыслей образов воспоминаний чувств телесных ощущений восприятия мира есть переживание если любая другая субстанция которая присутствует в наших знаниях о теле уме и мире попробуйте найти или представить себе такую субстанцию мы обычно думаем что есть мир с которым мы связаны актом переживания другими словами мы считаем что мир существует как отдельный независимый объект в своем собственном праве и что он соединен с нашим собственным я отдельным независимым субъектом через акт познания чувствования или восприятия то есть через переживание однако испытывали ли мы когда-либо такой мир если бы мы знали такой мир его существование было бы в пределах нашего опыта на самом деле мы не испытываем мир как таковой мы просто знаем опыт это не доказательство того что такой мир не существует мы не можем сделать такое утверждение с ограниченным умом именно потому что ум ограничен однако это обращает внимание на тот факт что все что мы знаем переживание опыт где же это переживание происходит происходит ли оно внутри тело ума или мир наше единственное знание о теле умери мире сделано из переживания переживание не происходит в каком-то месте внутри тела ума или мир тело ум и мир находится находится внутри переживание на самом деле они не находятся внутри переживания они являются в нашем опыте просто сделано из него постарайтесь найти место где происходит это переживание и вы увидите что любое место которое вы придумали просто сделано из переживание представьте себе океан который спрашивает воду где ты находишься где ты есть вода не находится внутри океана океан это только вода какова взаимосвязь между нашим собственным я и переживанием если какая-либо часть переживание которая совершенно близко наполнена нашим я на самом деле можем ли мы найти две вещи одно переживание и вторую я или является ли переживание я совершенно едины неразделимо едины цельно едины какова взаимосвязь между океаном и водой если там две вещи одна океан и вторая вода которые могут быть связаны друг с другом нет также нет двух элементов присутствующих в нашем опыте переживание это одна цельная субстанция сделанная только из его знаний на самом деле есть только знание или переживание неразделяемое внутренние я который знает и нет внешних объектов других или окружающего мира которые переживаются скорее просто цельная близость знания или переживания без отдельных частей объектов сущностей самости других когда-либо обнаружено это цельная близость где нет места для инаковости расстояние времени разделение или отличий есть любовь можем ли мы найти любую часть опыта которые ближе к переживанию или дальше от переживания чем любая другая часть находится ли пение птицы или звук дорожного движения дальше от переживания чем наши самые близкие чувства нет наше единственное знание пение птицы или звук дорожного движения это слышание а слышание имеет место здесь не здесь расположенное в пространстве а здесь в этой неразмерзованной близости мышление разделяет близость слушания на себя внутри которые слышат и птицу или звук движения вне которые слышатся но опыт не подтверждает этого с точки зрения опыта есть только чистая цельная близость я неделимого непрерывного и близкого перейдите к опыту внешнего мира если наши глаза закрыты нашим единственным знанием о мире есть звук дорожного движения или чувство стула на котором сидит наше тело мышление говорит нам что звук движения и стул отделены от нас и отличный от я мышление говорит нам что звук движения имеет место в пятидесяти метров и что стол близко сделан из инертной материи но что говорит опыт перейдите к опыту звука движения или любого другого присутствующего шума рассматривайте только непосредственный опыт без привлечения памяти чтобы убедиться что мы полагаемся только на опыт мы можем представить себе что это самый первый раз в жизни когда мы имеем его мы не располагаем никакой информации о текущем опыте в данном случае звуки движения или пение птиц или любой другой на самом деле мы даже не знаем что это движение или птица это просто чистое слушание если у нас какие-либо знания движения или птиц помимо опыта слушания где это слушание происходит в пятидесяти метрах в пяти метрах или это близко неразделимо от нашего я не я тело или ума а я чувствительного осознающего присутствия в самом деле можем ли мы найти две вещи в опыте слушания одна я осознающее присутствие и вторая опыт слушания или они являются тесным совершенным единством если еще какое-то вещество присутствующие в опыте слушания кроме осознающего присутствия то есть нашего я посмотрите можем ли мы найти две субстанции в опыте слушания одна само я и второе слушание или есть только одна субстанция совершенно едины теперь давайте рассмотрим объект в так называемом внешнем мире например стул если наши глаза закрыты нашим единственным опытом стула является опыт чувствования где же находится этот опыт чувствования на расстояние от нашего я или насколько он близок сделан ли опыт чувствования из двух частей одна часть которая воспринимает и другая воспринимаемой или он близкий неразрывной является ли опыт чувствования мертвым и инертным или он полный до краев оживленностью и знанием нашего я действительно ли у нас опыт инертной материи или мы испытываем живое яркое чувствование если мы теперь откроем наши глаза и будем утверждать что видение стула подтверждает его независимое объективное существование обратите внимание что вид стула состоит только из опыта видения где же происходит это видение насколько оно близко если там тоже любая другая инертная материя если какая-либо часть видения которая не наполнена нашим собственным тесным осознающим присутствием самом деле если там видимые другие части это не наши я осознающие присутствие которое принимает форму видения там нет ничего кроме близости собственного бытия только мысль делит эту неразделимую близость на мою и не мою часть эти компоненты являются реальностью для мысли а не для я то есть не для опыта увидите что наше я не сидит на стуле мы также не входим в комнату есть просто понимание видения и это понимание видение не происходят в определенном месте все места сделаны из понимания видения то есть из нашего я мы не находимся в них они находятся в нас а как насчет луны который кажется на практически бесконечном расстоянии от нас нашим единственным знанием о луне является опыт видения и видение проходит здесь не здесь расположены в пространстве но здесь в этой близости нашего собственного бытия не отделимы от него сделано из него действительно в опыте не существует расстояние поэтому нет пространства теперь перейдите к телу к примеру к подошвам ног наше единственное знание ступней это текущее ощущение мышление воображает ступы определенной формы веса положение цвета и так далее но опыт знает только чувствование где это чувствование происходит имеет ли она место на расстоянии от я если там две субстанции одна наше я осознающее присутствие и 2 опыт чувствования или есть только чистая недеримая близость переживания без отдельных частей и делений которые могут быть расположены на расстоянии друг от друга имеет ли возможность опыт чувствования называемый телом занять место ближе к нашему собственному я чем опыт смотрения под названием луна оцените это только по опыту не уходите в мысли держите эти два опыта чувствования и видения перед собой как они есть мышление говорит что ощущение тела ближе и что видение луны находится на расстоянии но что говорит опыт находится ли опыт чувствования дальше от я чем опыт видения не являются ли они оба совершенно едиными сделанными только из нашего собственного осознающего присутствия давайте рассмотрим третью реальность нашего опыта ум на самом деле никто никогда не находил ум руководствуясь обычными представлениями мы просто знаем текущие мысли или образы на самом деле даже это не так никто никогда не находил мысль или образ мы знаем только опыт мышления и воображение как далеко мышление от нашего я если расстояние между мышлением и я если там две субстанции одна наше я осознающие присутствие и вторая опыт мышление или они совершенно едины ясно что в первую очередь там существует не две вещи которые близки друг с другом есть чистая близость с самого начала только концептуально разделенное мышлением на две части теперь давайте вернемся к вере что наши мысли и чувства являются ближайшим самым однородным аспектом опыта что тело немного менее близко но до сих пор считается нашим я и наконец что другие объекты окружающий мир находятся на расстоянии отдельно от бытия и сделано из нечто иного чем близость нашего бытия наше единственное знание ума тела и мира опыт мышления чувствования и восприятия находится ли мышление ближе к нашему собственному я чем чувствование и чувствование ближе чем восприятие то есть ближе чем зрение слух осязание вкус и обоняние или они все одинаково близки на самом деле не близки но ближе чем близки не отделима отношу я в самом деле если здесь два элемента в опыте в первую очередь один наше я осознающий присутствие и второй опыт мышления чувствования и восприятия или там есть просто чувствительные близость переживания становится ясно что материя представляет собой концепцию никогда не подтвержденную опытом эта концепция была изобретена греками две с половиной тысячи лет назад и тем не менее как ни странно ученые до сих пор ищут ее подтверждение конечно же они никогда не найдут ее такой какой она обычно рассматривается потому что все что они находят всегда будет сделано из переживания опыта а переживание сделано только из близости нашего собственного я конечным материалом вселенной является материал из которого изготовлен этот текущий опыт нам не нужно быть ученым художником или мистиком чтобы его обнаружить на самом деле когда мы открываем это мы становимся настоящими учеными художниками или мистиками морковь лицо незнакомца старый ствол в углу комнаты далекая галактика субатомные частицы это книга в наших руках наше единственное знание таких вещей чистый опыт наше собственное близкое присутствие на самом деле мы не имеем никакого опыта таких вещей мы просто знаем опыт а что это такое что знает опыт опыт неизвестен чему-то другому кроме самого себя опыт знает себя есть только опыт нашего я осознающего присутствие способного одновременно быть и знать себя это близость или отсутствие непохожести является опытом любви другими словами все что известно это наше я осознающие присутствие пребывающие знающие и любящие себя в каждой мельчайшей подробности опыта близость и непосредственность теперь все что мы знаем это только переживание однако переживание не познается кем-то или чем-то кроме самого себя это переживание которое переживает переживание где же находится внутренний я и внешний мир в нашем реальном опыте оставайтесь тесно с чистым переживанием и посмотрите найдете ли вы там такое я или мир где в чистом переживании находится линия которая отделяет внутренне от внешнего и следуйте опыт и попытайтесь найти эту линию абсолютная близость чистого переживания это то что мы называем любовью это отсутствие расстояния разделения или чуждости там нет места для двоих любовь это опыт чистой недвойственности посмотрите ясно насколько искусственные этикетки мое и не мое мы никогда не испытывали ничего чтобы не было мной и это не было бы возможно сделать а что это такое опыт нашей собственной личности я только наше я в опыте существует только одна субстанция и она пропитана и сделана из знания или понимания на языке классической недвойственности это иногда выражается фразой осознание знает только само себя но это может показаться абстрактным это просто попытка описать недеримую близость опыта в котором нет места для я для объекта для другого или мира нет места чтобы отойти в сторону от опыта и найти его счастливым или несчастливым правильным или неправильным хорошим или плохим нет времени когда можно выйти из настоящего времени воображаемое прошлое или в будущее в котором мы можем развиваться или прогрессировать нет возможности выйти из близости любви в отношениях с другим нет возможности узнать ничего другого кроме знания быть ничем другим кроме бытия любить ничего кроме любви нет возможности возникнуть мысли которые попытаются ограничить близость опыта абстрактной формы ума нет возможности для нашего я стать я фрагментом частью нет возможности для мира чтобы выпрыгнуть вне и для я сжаться внутрь нет возможности появляться времени расстояние или пространство как же можно назвать эту чувствительную близость опыта какова ее природа если мы говорим что это единство мы тонко подразумеваем возможность больше чем одного или меньше чем одного вот почему древние благодаря их мудрости и смирению назвали это понимание недвойственностью вместо единства они знали что сказать одно это уже на одну вещь ошибиться только мысль пытается назвать опыт или найти его окончательный характер наше я осознающее присутствие не делает этого только мысль говорит что наш опыт состоит из тела ума и мира я Figure что тела ума и мир состоят из ощущение мыслей и восприятие что ощущение мысли и восприятия состоят из чувствования мышления и воспринимания и что чувствование мышление и воспринимание состоят из я ... Другими словами все эти более или менее тонкие объекты являются такими только для мысли. Действительно только мысль говорит, что все это мысли. Опыт сам по себе не знает такой вещи. Опыт сам по себе даже не знает чувствования, мышления и воспринимания, не говоря уже о ощущениях, мыслях, восприятиях. Опыт сам по себе является слишком близок сам себе, чтобы иметь возможность отойти от себя и знать, не говоря уже о осмыслении себя как нечто. Он даже не знает сам себя как опыт. Для того, чтобы сделать это, ему придется разделить себя на две части. Одна часть, которая знает, переживает и описывает. И другая часть, которая познается, переживается и описывается. Как бы он мог это сделать? Только принимая форму мысли. Только после того, как он сделал это, чистая, неописуемая, неделимая близость смогла разделиться на две мнимые части. Одна, которая знает, любит или воспринимает. И другая, познаваемая, любимая или воспринимаемая. Чтобы сделать это чистой, неописуемой, цельной близости, придется свернуться в отдельное внутреннее «я» и в отдельный внешний объект или мир. Необходимо будет отказаться от близости любви и стать отдельным «я», передвигающимся в воображаемом мире объектов, времени и пространства. Однако на самом деле такое никогда не произойдет. Все это только мысли. И даже мысль – это только мысль для мысли. Рано или поздно становится ясно, что мышление никогда не может пойти к сердцу опыта. Оно может только казаться уходящим от него. Когда это становится ясно-видно, мысль приходит к своему естественному концу. Мы оказываемся погруженными в близость и непосредственность теперь. Близость и непосредственность теперь – это единственное место, куда мышление не может войти. Теперь это наше единственное безопасное место. Оно совершенно уязвимо и полностью безопасно. Никакой вред, печаль и смерть не могут прийти к нам теперь. Все наши желания жаждут только этого. Как рыба в океане, ищущая воду, так и все сопротивление и поиск, то есть отделенное внутреннее «я», уже сделано из того, что оно ищет. Но оно никогда не может найти это. Мысль, которая пытается войти в теперь, как мотылек, который пытается коснуться пламени. Он не может коснуться пламени. Он может только умереть в нем. Некоторое время остатки, которые мышление оставило в теле, будут продолжать подниматься вверх и инициировать старый поиск мира, счастья и любви. Поиск несуществующего «я» в несуществующем мире. Поиск вещей, которые вездесущи в опыте. Но рано или поздно эти остатки растают, как затухающий эхо. Мы прошли этот долгий путь, только чтобы снова обнаружить, что опыт – это опыт. Теперь он есть тем, чем он всегда был. Но что-то было удалено. Мы не можем знать, каким образом или почему и когда это произошло, или это может показаться произошло в ответ на интенсивность нашего поиска. В любом случае, весь опыт теперь наполнен близостью нашего собственного бытия. Мы можем оказаться снова выходящими в так называемый внешний мир, но на этот раз без мотива. Применение нашего конкретного тела и ума осуществляется спонтанно, без расчета. И оно не оставляет никаких следов отдельного «я». Мы можем обнаружить, что наше «я» по-прежнему имеет желание, но они больше не мотивированы поиском мира, счастья и любви. Они только стремятся выразить их, поделиться ими и праздновать их. «О каком «я» мы говорим здесь?» Вопрос «О каком «я» мы говорим здесь?» Похоже, что есть ложное и реальное «я». И если исследование истины природы идёт глубже в бывшее «ложное», оно растворяется, позволяя проявиться реальности второго. «Я», которым мы здесь всё это время интересуемся, это «я», которым каждый думает и чувствует себя в любой момент. Здесь мы исследуем то, что представляется будто бы нашим «я» и что ведёт к реализации действительного «я». В этой нынешней ситуации «я» – это имя, которое мы даём всему тому, что познаёт и испытывает эти слова и всё остальное, что оно также испытывает, звук уличного движения, интересные ощущения, наши самые сокровенные мысли и так далее. Оно – это знающий или испытывающий элемент в каждом опыте. И оно по определению присутствует. Поэтому знание присутствия, бытие, присуще нашему «я». По этой причине наше «я» иногда именуется как знающее присутствие, осознающее присутствие, или осознание, то есть наличие того, что осознаёт, или знание нашего собственного бытия. «Я есть, и я знаю, что я есть». Самоисследование – это исследование природы нашей личности. Что можно сказать о нашем «я» из опыта, кроме того, что оно осознаёт и присутствует? Для большинства людей является само собой разумеющимся, что это осознающее присутствие расположено как сущность внутри тела, и в то же время есть телом. Однако здесь мы не принимаем ничего само собой разумеющимся. Единственный способ выяснить, что можно сказать об этом «я», которым мы близко себя знаем – взглянуть на него. Таким образом, прямо сейчас, как бы развернитесь и направьте ваше внимание на то, что осознаёт эти слова, и на всё остальное, появляющееся в настоящее время. Мысли, интересные ощущения, восприятие и другое. Попробуйте найти его и посмотреть на него. Когда мы пытаемся это сделать, происходит странная вещь. Хотя это осознающее присутствие несомненно присутствует, когда мы смотрим на него, мы не можем найти его как объект. На самом деле мы даже не знаем, в каком направлении повернуться для того, чтобы найти его. Уже в этом опыте разоблачается и подрывается вера в то, что наше «я», осознающее присутствие, является сущностью, расположенной в теле или как тело. Когда в нашем опыте мы узнаём больше и больше, мы находим, что на самом деле нет убедительных экспериментальных доказательств, что наше «я» можно обнаружить или оно ограничено. Эта убеждённость проистекает из опыта нашей самости, испытывающей саму себя, что наше бытие не имеет пределов или местоположения. По иронии судьбы, нашему бытию, будто бы изменённому двойственной мыслью, самому становится ясно, и мы со временем видим, что мы всегда были только этим безграничным, неразмержованным присутствием. Становится ясно, что для нашего «я» никогда не было другого «я», ложного «я», низшего или вечного «я», и поэтому для нашего «я» никогда не было путешествия или процесса, через который это кажущееся «другой я» достигает, осознаёт или становится нашим реальным «я». Однако до тех пор, пока это не познаётся ясно на опыте, то неизбежно, что своего рода процесс, исследование или путешествие, по-видимому, осуществляется ограниченным внутренним «я», которым мы себя представляем и чувствуем. Этот поиск или процесс, который иногда называют самоисследованием, подразумевается в самом существовании отдельной личности. Итак, давайте начнём с трёх основных возможностей того, чем мы есть. Первая – ум и тело. Вторая – свидетель всех вещей. И третья – осознание или присутствие. Каждая из этих возможных позиций для нашего «я» имеет своё соответствующее представление о мире. Первое – можно назвать положением невежества. Термин «невежество» не означает осуждение или уничижение, а скорее факт. Это положение, в котором наша истинная природа игнорируется. И как результат мы ошибочно верим и чувствуем себя умом и телом. второе – можно назвать положением мудрости или понимания, в котором ясно, что мы являемся осознанием, для которого появляются или в котором появляются все объекты тела, ума и мира. Третье – можно назвать положением любви, в котором становится ясно, что нет объектов других, самости или мира, а есть скорее сплошная близость чистого переживания, веществом которого есть присутствие сознания или осознания. Самоисследование принадлежит первым двум позициям. В первой неизбежно, что самоисследование будет казаться процессом, осуществляемым отдельным лицом к цели просветления. Во второй, где уже нет больше чувства бытия отдельной личности, есть безричное исследование природы тела, ума и мира, которое мы знаем как свидетель. В этом безричном исследовании тонкая двойственность, которая будто бы существует между свидетелем и наблюдаемым, постепенно осознается несуществующей. С этой точки зрения самоисследование это прогрессивное спадание последовательных слоев концепции чувств, которыми, как представляется, было завуалировано осознание. Это раскрывает третью возможность – само осознание, где самоисследование приходит к своему естественному концу. Здесь осознание освобождено от всех грубых и тонких покровов мышления, которые казались для него ограничивающими и определяющими, и оно остается просто неизменным, как есть, знающим и будучи только собой, тесно едином со всеми проявлениями. С этой точки зрения становится ясно, что там никогда не было ни процесса к осознанию, ни удаления слоев невежества, который будто бы завуалировали его. Скорее становится видно, что существует только осознание, и что осознание никогда не знает ничего, кроме самого себя. Убеждение, что я – это ум, включает убеждение, что я расположено главным образом в середине головы, где-то за глазами, как знающий центр опыта. Это расположенное в голове место есть предположительным пребыванием мыслящего и познающего опыта. На самом деле, я, будто бы проживающий в голове, имеет много обличий, каждый из которых кажется обосновывающим и подтверждающим его очевидное расположение. Этими обличиями есть мыслящий, познающий, выбирающий, решающий, планирующий, запоминающий, судящий, желающий и так далее. В данный момент, например, я в голове может показаться познающим, смотрящим, слушающим или понимающим. Однако, если мы обратим наше внимание к тому, кто знает или видит эти слова, мы не найдем никакого объекта. Он, несомненно, познает или испытывает и присутствует, но у него не удается найти никаких объективных качеств, и у него нет определенного места в пространстве. Это расследование убежденности в том, что я где-то расположена и поэтому ограничена, уже было описано здесь разными способами. Поэтому все, что нужно добавить, это четкое видение, что для этого убеждения нет никаких экспериментальных доказательств. И оно просто отпадает из-за отсутствия доказательств. мы пока что не можем знать на данном этапе, что наше я не ограничено и не локализовано. Но, по крайней мере, мы знаем, что нет никаких доказательств обратного. И это знание оставляет нам, по крайней мере, возможность, что это так. Прежде всего, оно оставляет нас открытыми для изучения будто бы очевидного опыта нашего я более глубоко, то есть изучая чувство его нахождения в теле. Многие люди имеют интеллектуальное понимание, что нет никаких доказательств личного ограниченного я, но затем саботируют более глубокое изучение чувства я в теле, приняв мантру «Ничего невозможно сделать». Ощущение, что я находится в теле и как тело, является на сегодняшний день самым большим аспектом кажущегося отдельного я, и имеет само по себе даже более глубокий стержневой корень, чем вера в отдельное я. Опять же, многое уже было сказано о чувстве ее в теле и как тело, так что достаточно сказать, что самоисследование на этом уровне предполагает практическое изучение самость интересных ощущений. Многие современные объяснения самоисследования свели его к упрощенному умственному упражнению с участием повторения вопроса «Кто я?» Однако ощущение, будто бы явно отдельной личности задерживается в большинстве случаев еще долго после того, как подрывается вера в отдельную сущность. По этой причине самоисследование также включает в себя изучение чувства «я» на уровне чувств, когда процесс исследования с уровня ума переносится в молчание и созерцательное исследование более скрытых слоев ощущения отдельного «я» в теле. В этом исследовании наконец-то позволяются без сопротивления или повестки дня к показу на поверхности более глубокие слои, такие как чувство страха, вины, стыда, неадекватности, неприязни и так далее. И медленно раскрывается чувство разделения, лежащее в их сердце. Именно это во многих случаях более глубокое изучение опыта отличает интеллектуальное понимание от реального опыта. Это исследование естественно, легко и спонтанно освобождает наше «я» от покрова мыслей и чувств, с которыми оно казалось ограниченным и локализованным, и позволяет познать себя как свидетеля ума, тела и мира. На данный момент тело, ум и мир видны на одном уровне, так сказать. Ничего не ближе к нашему «я» или дальше от нашего «я», чем что-нибудь еще. Ничто не является более или менее глубоким. Все воспринимается как «не я». Классическое положение на тенете «не это, не то». Считается, что все, что появляется в теле, уме и мире, представляется как свидетельствующий присутствие осознания. В меру того, как это исследование углубляется, тело, ум и мир ощущаются не только как появляющиеся для сознания, но и в сознании. И со временем не только в осознании, но и как осознание. осознание осознается как сама суть всех объектов. На данном этапе мы можем спросить, каковы эти объекты, веществом которых является осознание. И теперь становится ясно, что на самом деле нет присутствующих объектов, для которых в первую очередь веществом есть осознание. осознание оказывается содержанием самого себя. Это спонтанное безусилие приводит к прекращению всего самоисследования или высших рассуждений и простому пребыванию присутствием. Теперь мы просто сознательно останавливаемся в этом присутствии. Мы пребываем им. таким образом самоисследование есть для ума процессом исследования и изучения, который естественно дает путь к тому, что есть, с недавно остановившегося состояния свидетеля, открытие будто бы очевидных ограничений и позже просто путь к единственному я, который есть. хотя первый этап может показаться немного более активным, чем более пассивное и созерцательное положение свидетеля, ни на одном этапе мы фактически ничего не делали, кроме спрашивания и смотрения. На самом деле мы могли бы сказать, что мы просто смотрели, и в осмотрении постепенно отпадали слои кажущихся пластов. Однако следует подчеркнуть, что ни разу здесь не присутствовала какая-либо сущность, которая осуществляет или проходит этот процесс. Представьте себе актера, играющего роль Гамлета. Самоисследованием является процесс, в котором Гамлет спрашивает вопрос, «какова моя истинная природа?» Или просто «кто я?» И действительно он может это спросить. Но прежде всего «кто же он?» Актер или мужской костюм? Как актер он уже знает и есть сам собой, и даже никогда не станет Гамлетом. Как Гамлет он является вымышленной сущностью, которая состоит из костюма и нескольких строк. Такими же есть кажущиеся отдельные сущности. Другими словами, «я», которое мы все это время искали, есть единственным «я», которое есть. Это «я» временно кажется ограниченным, но это же «я» позже открывает свою безграничность. во время исследования кажущиеся ограничения этого «я» естественно и без усилий отпадает, оставляет уже «я» простое, каким оно есть, неизмененное любым из кажущихся покровов ума. Мы могли бы сказать, что с продвижением вопрошения глубже в ощущении «я» становится видно, что все те качества, которые были наложены на него умом, не имеют над ним никакой реальной ограничивающей власти. В результате то же «я» светит вперед само собой, неограниченное, без местонахождения, знающее свое собственное бытие своим собственным светом. Предыдущее описание приведено для тех, кто верит и чувствует себя ограниченной сущностью и как результат настроен на процесс самоисследования для восстановления истины в этом вопросе. Когда сознание явно видимо полностью независимым от всех покровов тела и ума, которые будто пограничивают его, мы понимаем в то же время, что сущность, которой мы думали и чувствовали себя, никогда не существовала. Другими словами, эта кажущаяся отдельная личность не проводила процесс самоисследования и обнаружила себя неограниченным, не локализованным осознанием. Скорее всегда есть только это неограниченное, не локализованное осознание, знание которого о собственном бытии иногда казалось завуалированным верой в отдельное я и чувством отдельного я. Итак, мы можем теперь переформулировать, чем самоисследование является с этой более глубокой точки зрения, хотя эта формулировка также неизбежно ограничена. Мы можем сказать, что осознание принимает форму мысли, которая, как кажется, будто бы ограничивает его и размещает его внутри тела. Наше я осознание в результате как кажется знает себя как сущность тела. Когда оно снимает эту проекцию, оно знает себя снова собой, неограниченным и не локализованным. Другими словами, только для кажущейся сущности это самоисследование рассматривается как процесс в уме. Когда уже видно, что этой сущности не существует и невозможно поэтому изучать ее собственную природу или действительно сделать что-нибудь еще, то становится очевидным, что существует всегда только осознание и что самоисследование просто означает сознательное пребывание в этом присутствии. Самоисследование является в конечном счете сознательным пребыванием в нашем собственном бытии и как наше собственное бытие. Самоисследование можно сравнить с постепенно исчезающим изображением на экране. То, что представлялось объектом или сущностью изображения, оказалось только экраном. То есть кажущееся я оказалось и всегда было сделано из реального и единственного я – осознания. Всегда есть только осознание, порой кажущееся ограниченным и локальным, но на самом деле всегда только существующее и знающее свое собственное неограниченное я. Искусственное ощущение я отдельной внутренней самости освобождено от всех навязываний мысли и чувства, с которым оно, как казалось, стало отдельной, ограниченной локальной сущностью. И то же самое я раскрывается как истинное и единственное я осознание. Я что-то, ничего или все. Обратите внимание, что это чувствительное, осознающее присутствие – это ничего. Это ничегожность, которую мы называем своим «я», по сути, субстанция и реальность всего. Вера и чувство, что я есть чем-то, это позиция невежества, в том смысле, что она предполагает игнорирование истинной природы нашего опыта. Это мнимая позиция. Позиция, в которой мы знаем себя как ничего, не вещь, открытое, пустое, светящееся присутствие сознания – это позиция мудрости или просветления. И положение, в котором мы знаем себя как сущность всех кажущихся вещей, содержание всех проявлений ума, тела и мира – это позиция любви, чистой близости, в которой нет места для внутреннего я и внешнего объекта, других или мира. Есть только три опции, которые доступны для нас. Я – это что-то, я – ничего или я – это все. И мы свободны в каждый момент выбрать, где мы находимся. В зависимости от нашего выбора, наш опыт будет отражать любую позицию, которую мы выбрали. Опыт будет казаться подтверждением нашего состояния. Если мы считаем, что мы являемся телом и умом, объекты, другие, мир, будут казаться весьма реальными. Они будут соответствовать нашей вере и будто бы все подтверждать. Если же мы считаем, что являемся открытым, пустым присутствием сознания, для которого или в котором появляются объекты из тела, ума и мира, наш опыт будет отображаться в соответствии с этой позицией. Мы будем знать себя как отделенный, беспристрастный фон опыта. мы будем знать нашу врожденную свободу, мир и счастье, которые лежат в основе всех опытов. Но если мы знаем себя не только как свидетель опыта, но также его субстанцию, другими словами, если мы примем положение «я это все», наш опыт явного мира и других подтвердит и обоснует это понимание. Мы будем испытывать любовь как естественное состояние всех опытов. Другими словами, наш опыт всегда появляется в соответствии с нашим пониманием. Мы можем по очереди экспериментировать с этими тремя возможностями и увидеть, какой ответ мы получаем от Вселенной. То есть тот ответ, который приходит в нашем реальном опыте, подтверждает, какой из этих вариантов присутствует. В какой форме приходит это подтверждение? В какой форме опыт действительно убедит нас, что позиция, в которой мы находимся, соответствует реальности? Достаточно ли интеллектуального понимания недвойственности? Нет. Опыт, который бы убедил нас, что наше понимание позиции или отношение истины должен соответствовать наибольшей ценности в жизни большинства? И что же это такое, что мы ценим больше всего в жизни? И это опыт счастья. Это форма, при помощи которой Вселенная подтверждает, что наше понимание верное. счастье или любой из его синонимов, например, мир, любовь или красота, является самым высшим подтверждением. Счастье это форма, в которой опыт говорит себе «да», когда он освобождается от всех ошибочных убеждений и чувств. Иногда мы не чувствуем себя способными на детальные мысли на исследование «я» на уровне ума или на исследование ощущений «я» на уровне тела. И в такой момент мы просто можем сдаться на милость осознающему присутствию, которым мы себя знаем. Эта сдача может иметь две формы. Если нам уже очевидно, что мы это открытое, пустое, похожее на пространство присутствия сознания, в котором будто бы возникают объекты тела, ум и мир, то мы можем просто принять это присутствие как нашу точку отсчета. Мы просто сознательно принимаем нашу точку отсчета как это присутствие и позволяем всему происходить без какой-либо повестки или вмешательства, так же, как пространство этой комнаты позволяет все, что происходит внутри нее. Однако, если мы все еще чувствуем себя чем-то другим, чем присутствие, другими словами, если мы думаем и чувствуем, что мы являемся отдельным внутренним я, наша задача может быть немного более активной. Она может принимать форму пожертвования, давения. Мы предлагаем наши мысли, чувства и восприятия этому присутствию. Мы или принимаем нашу точку зрения, как это открытое всепозволяющее присутствие, или мы предлагаем ему все. Эти два варианта по сути одинаковы. Нет ничего, что не может быть разрешено или не предложено. Наши самые тривиальные мысли, а также наши глубокие темные чувства. Мы позволяем все и мы предлагаем все. Вначале мы можем разрешить или предложить наиболее очевидные мысли и чувства. Грезы и повседневные чувства и телесные ощущения. Однако со временем мы обнаруживаем, что цель этих грез, этих ручейков мыслей, которые постоянно убегают в небольшие экскурсии в прошлое и будущее, именно в том, чтобы помешать нам осознать более глубокие слои ощущений в теле, которые могут быть более дискомфортными. эти маленькие ручейки мысли находят успешные способы привлечения нашего внимания, поэтому мы никогда не способны полностью чувствовать глубокие, темные, менее комфортные чувства, которые остаются, как результат, благополучно похороненными глубоко внутри тела и проявляются редко. эти подсознательные чувства являются реальным местонахождением чувства разделения, и мы обычно успешно их избегаем через мышление или пагубную зависимость от веществ и видов деятельности. В результате отдельное «я», которое они скрывают, остается неизменным. Таким образом, тело становится убежищем для чувства разделения. Хотя эти глубокие чувства не видны и большую часть времени не чувствуются, они подсознательно влияют и диктуют более легко воспринимаемые мысли, чувства, деятельности и отношения. На самом деле все пагубные пристрастия являются расширением или модуляцией нашей первичной зависимости от мышления. Когда непрекращающееся мышление с его экскурсиями в прошлое и будущее больше не имеют власти, чтобы развеять эти дискомфортные ощущения, чувства неполноценности, недомогания, ничтожности, неудачи, недостаточности, потери, отчаяния и так далее. Тогда мы принимаем более экстремальные средства, такие как зависимость от веществ или видов деятельности, чтобы избежать необходимости когда-либо сталкиваться с этими чувствами полностью. Как только возникает чувство дискомфорта, мы обращаемся к нашему выбранному веществу или деятельности. В результате чувство болезни временно стихает, и мы испытываем краткую передышку, в которой кратковременно светит мир нашей истинной природы, тем самым облегчая умой телу их тревоги и напряженности. Ум затем приписывает этот проблеск мира и удовлетворения деятельности или веществу, что впоследствии только усиливает привычку. В какой-то момент мы сможем увидеть эту стратегию уклонения и поиска и иметь ясность и смелость осознать чувства, которых мы так долго избегали. Это может привести к протесту в нас, и в результате тело будет делать все возможное, чтобы привлечь снова наше внимание к активности подавления, избегания, отрицания и поиска. Однако мы можем смело и любяще позволить это проявление энергетического потока через нас, не позволяя себе стать его сообщником. Таким образом, даже сначала этого не понимая, мы принимаем нашу точку зрения как осознающие присутствие и поступая таким образом, лишаем эти чувства одной вещи, которой они требуют, нашего внимания. Эти чувства не разбирают, мы предаемся им или подавляем. Они процветают одинаково в обоих случаях. Если у нас есть мужество и ясность для того, чтобы не избегать эти чувства, как через различные виды деятельности или вещества, так и через тонкие формы избегания, такие как скука, опасения, страх, упование, сомнения и так далее, тогда слой за слоем такие чувства будут подвергаться свету присутствия. Все эти чувства являются различными формами отделенного внутреннего я, а единственное, что мнимо я не может выдержать, это ясное рассмотрение. Оно процветает на невнимательности. Как и тень, оно не выдерживает свет. С этими чувствами ничего не нужно делать. Наше я, осознающее присутствие, не имеет для них никакого плана. Ничто не является проблемой для я, только воображаемое я хотело бы избавиться от них. На самом деле, желание избавиться от отделенного я является одним из его тонких способов увековечивания себя. Ничего больше не требуется, кроме этого разрешения или сдачи. В прошлом наше бытие, это открытое, пустое, позволяющее все присутствие, было присвоено телом и умом, и казалось в результате обладающим их свойствами. То есть наше я стало казаться ограниченным, с определенным местонахождением, определенного возраста или пола, плотным, твердым и обреченным умереть. Эта сдача или предложение являются обращением вспять этого процесса. Вместо принятия нашим я качеств тела и ума, тело и ум начинают принимать качество этого открытого, пустого, прозрачного присутствия. Это как бросание сахара в стакан теплой воды. Вода ничего не делает, и кусочек сахара ничего не делает. Однако кусочек сахара постепенно становится как вода. Он теряет свое имя и форму. Качество воды, прозрачность, тепло, открытость, пустота усваивает кусочек сахара. Она растворяет его в себе. Это подобно тому, что происходит в этом позволении или сдаче. Ничего не делается кем-либо, кому-то или чему-нибудь. То, что, казалось бы, делает пожертвование, само же его и принимает. Тело, ум и мир просто уступают, и через некоторое время они становятся наполненными и пропитанными прозрачностью, открытостью, пустотой и близостью собственного бытия. Страхи, тревоги и напряженности, которые характеризует отделенное внутреннее я, медленно растворяются в этой прозрачности не через усилия, дисциплину или манипуляции тела или ума, а легко и спонтанно. Разрешите присутствию позаботиться обо всем. Все, что присутствует, присутствует только потому, что оно уже полностью принято осознанием. Если бы оно не было принято осознанием, оно бы не появилось. На самом деле, оно не просто принято. Все присущее и любимо осознанием. как сказал Ильям Бэйк, вечность влюблена в порождение времени. На самом деле, любовь или чистая близость – это единственный опыт, который знает о сознании. Любое проявление, даже наши глубокие темные чувства, полностью безоговорочно любимы нашим «я» и этим присутствием. Присутствие действительно настолько близко с опытом, что ему неизвестно несчастье и печаль. Печаль всегда предполагает отказ от текущей ситуации. Присутствие не может отклонять ничего. Оно по сути широко открыто и без сопротивления. все неприятия и поэтому все печали только для мнимого «я», а не для реального и единственного «я», осознающего присутствие. Мы обычно думаем, что скорбь необходимо избегать. На самом деле нет. Единственное, что скорбь не может вымерть – распростер объятия. Конец печали не наступает благодаря отключению от нее либо в вещество и деятельность или в башню из флоновой кости духовного перфекционизма. Он приходит только через настолько тесное дружелюбное принятие ситуации, где нет места для наименьшего сопротивления. И что же случается с печалью, когда она разрешена полностью и без сопротивления. Имя, которое мы даем этому переживанию, когда нет малейшего импульса, чтобы избежать его – мир и счастье. Вот тот, чем есть печаль – мир и счастье, с затененной попыткой избежать его. Все, что мы когда-либо жаждали, лежит в основе всех опытов, просто ожидая признания. Все, что требуется, это прекратить попытки избегать то, что есть, направляясь о мнимое прошлое или будущее. Печаль просто не может существовать в настоящем. Для выживания она нуждается в прошлом или будущем. Все поиски переносят нас в будущее и по определению закрывают мир и счастье, которые всегда в центре всех опытов. Первые слова, которые я услышал от моего учителя, были «Медитация является универсальным да всему». Все, что пришло после этого, было просто комментариями к этим словам, хотя я некоторое время не понимал этого. Все началось с этого и закончилось этим. в определенный момент жизни любовь и медитация стали неразличимы. Любовь – это место, и через это место любви двигаются с яркостью мира все места. Да, это мир, и в этом мире, да, живут искусно скрученные все миры. никаких проблем не существует. Вы, осознающие присутствие, не имеете никаких проблем, так же, как пространство комнаты не имеет проблем с чем-нибудь, что появляется внутри него. Тот факт, что что-то появляется, означает, что вы, осознающие присутствие, уже сказали ему «да». Другими словами, реальных проблем нет. Проблемы есть всегда только для того «я», которым нас воображают мысли, и никогда не для нашего подлинного «я», осознающего присутствие. Представьте себе, что вы бросаете через комнату мяч. Мяч не является проблемой для пространства. В самом деле пространство не имеет механизма внутри себя, с которым оно сопротивлялось бы мячу. Только другой объект, который возникнет в пространстве, будет в состоянии противостоять мячу. Отдельный «я» такой же. Это мысли и чувства, которые поднимаются вверх с пространством нашего «я» и сопротивляются текущей ситуации. это то сопротивление, которое превращает нейтральную ситуацию в проблему. Это сопротивление превращает наше «я» в отдельное существо и мир в проблему. В отсутствии этого сопротивления есть просто непосредственность и сплошная близость переживания, в котором там нет ни места, ни времени для меня, других или объекта. Чистое испытывание не состоит из частей, самостей, объектов или других, борющихся друг с другом. Переживание сплошное и близкое. Есть только сплошная целостность. Проблема это всегда одна мнимая часть и объект, борющийся с другим. Но в опыте нет реальных отдельных частей, самостей, объектов или других. Проблема всегда только для мысли, мысли, борющейся с мыслью, чувства сопротивления ситуации. Все эти мысли появляются в нашем «Я», но не для «Я». Даже сопротивляющиеся мысли или чувства не является проблемой для нашего «Я». Сопротивляющиеся мысли или чувства это просто еще один мяч, пролетающий через пустое пространство. Сопротивляющиеся мысли или чувства, из которых сделано мнимое «Я» есть проблемой только для мнимого «Я». «Только отдельное «Я»» хотело бы избавиться от отдельного «Я». На самом деле только отдельное «Я» видит отдельное «Я». На самом деле отдельное «Я» не может увидеть что-то. Оно само есть видением. Другими словами, разделение проблемы, которые посещают его, существует только с воображаемой точки зрения разделения. Но на самом деле нет такой точки зрения. Разделение и все, что исходит от него, например, проблемы, всегда мнимы. Наше подлинное «Я» не знает и не видит никакого разделения. Оно не знает никакого отдельного «Я» и никакого отдельного внешнего мира. Оно знает только непосредственность и близость чистого переживания, без деталей, разделения, самости, объектов или инаковости. То есть оно знает только любовь. Наше «Я» пронизывает весь опыт, как экран пронизывает изображение. В самом деле экран не пронизывает изображение. Нет никакого изображения отдельно от экрана. Образ это просто имя, которое мы даем экрану, когда он кажется чем-то отличным от экрана. Части, разделения, самость, объекты или другие, это имена, которые мы даем испытыванию, когда оно кажется чем-то другим, чем наше «Я», осознающее присутствие, чистая сокровенность. как наше подлинное «Я» может захотеть избавиться от чувства разделения, когда оно даже не видит такое разделение? Что это такое, что видит проблему и хочет избавиться от нее? только мнимое «Я». Это кажущееся присутствие мнимого «Я» превращает нейтральную ситуацию в проблему, которую необходимо решить. Но невозможно решить несуществующую проблему. Решая проблемы, мы предоставляем им реальность. Проблемы процветают на внимании, которое мы им даем. На самом деле они сделаны из того внимания, которое мы им даем. При отсутствии сопротивления и поиска того, что отсутствует, другими словами, при отсутствии деятельности, которая является отдельным «Я», есть просто текущая ситуация, одна цельная субстанция, и все, что требуется от нашего тела и ума, будет организовано целостностью от имени целостности. В случае чрезвычайной ситуации от нашего тела и ума может потребоваться энергичная реакция. Однако мнимое «Я» не будет присутствовать в этом ответе, который будет в результате свободном от искажающей призма разделения, через которые так часто фильтруется опыт. В такой ситуации тело и ум будут играть свою роль в ситуации, содействуя всему, что от них требуется, с эффективностью и точностью. После прекращения чрезвычайной ситуации тело и ум возвращаются в их естественное состояние открытости, прозрачности и легкости, без каких-либо сохраняющихся остатков или следов. Таким образом, тело и ум никогда не станут убежищем для чувства разделения, их естественная чувствительность останется неизменной. Так же и мир никогда не становится далеким, отдельным, инертным объектом. Он остается красочным, живым и близким, и наша деятельность всегда находится в соответствии с этим, потому что она исходит изнутри его и не перекрывается мнимой наружностью. Счастье является высшей духовной практикой. Вопрос О многих учителях говорят, что нет ничего, что кажущийся человек может сделать для реализации истинной природы опыта. Правда ли это? Если есть вера и, что еще более важно, чувство разъединения, ощущение того, что я расположено в теле и как тело, то это вера и ощущение затеняют реальность нашего опыта, делая вид, что существует отдельное я здесь и отдельный объект другие или мир там. По сути, это вера и чувства только кажутся затеняющими реальность нашего опыта, но фактически никогда этого не делают. А реальность нашего опыта такова, что мы являемся неограниченным, не локализованным, осознающим присутствием, тесно пронизывающим весь опыт. С этим будто бы вуалированием нашей истинной природы приходит вуалирование мира и счастья, присущих ей. Вуалирование и счастье – это опыт печали или страдания, а страданию всегда присущ поиск счастья. Если бы не было поиска счастья, другими словами, если бы мы были полностью удовлетворены текущей ситуацией, страданий не было бы. Так что вуалирование счастья, страдания и поиск счастья являются синонимами. Другое имя этого поиска – отдельное внутреннее «я». Это отдельное внутреннее «я» не является сущностью. Это деятельность сопротивления и поиска, и следовательно, деятельность страданий. То есть получается, что не будто бы очевидное отдельное лицо ищет счастье, а очевидная отдельная сущность является поиском счастья. Мы обманываем себя, если мы видим наши страдания, как возникающие в осознании вместе со всем остальным, и считаем в результате, что ничего невозможно сделать. Страдание является по определению сопротивлением текущей ситуации и неизбежным поиском альтернативы в будущем. Если нет никакого сопротивления нынешней ситуации, нет никаких страданий. Поэтому, если нынешняя ситуация является опытом страдания, и если нет абсолютно никакого сопротивления к этому страданию, то страдание не сможет устоять, потому что страдание это сопротивление. Страдание, следовательно, немедленно превращается в счастье. Фактически, как только прекращается сопротивление, состояние страдания проявляется как счастье. Таким образом, счастье это сущностная природа даже самого страдания. Оно спокойно находится в основе всех опытов, включая страдания, ждущие своего признания, ожидающие прекращения сопротивления, ждущие от нас проявления мужества и любви, чтобы развернуться фактически лицом к страданию, без малейшего желания противостоять ему или уйти. Именно по этой причине, даже в наши самые мрачные моменты отчаяния, мы никогда не поддаемся несчастью полностью. Если бы мы поддались, не было бы места ни для чего другого, даже для мысли, отделяющей наше «я», оглянуться на страдания и попытаться избавиться от него, и затем это было бы идеальной недвойственностью и поэтому совершенным счастьем. Другими словами, нет такого понятия, как абсолютное страдание. Страдание всегда смешивается с чем-то еще, с желанием получить освобождение от него в нему будущем, то есть желанием счастья. Однако существует абсолютное счастье, которое не смешивается с малейшим оттенком чего-нибудь еще. Это наше «я». Поэтому если есть несчастье, то это потому, что мы принимаем наше состояние как отдельное внутреннее «я». В этом случае мнимое «я» не может сказать, что все, включая его собственное несчастье, возникает в осознании. Потому что отдельное «я» является именно убеждением, что некоторые вещи, например, наше «я», являются осознанием, а другие объекты мир не являются. Таким образом, быть несчастным и законно утверждать, что ничего невозможно сделать – это противоречие в терминах. Отдельная сущность – это уже делание, отказ от нынешней ситуации, поиск счастья. Это активность страданий и поиска. Так что если мы, как будто бы очевидная личность, считаем, что ничего невозможно сделать, мы себя обманываем. Мы завешиваем покров недуальности над дискомфортными ощущениями, встретить лицом к лицу которое у нас нет неможества непонимания. в этом случае недвойственность становится нашей новой религией, и мы используем ее для избегания честности и мужества в столкновении с нашим фактическим опытом. В этом случае кажущееся отдельное внутреннее я просто присваивает недвойственное учение и использует его для своей собственной защиты. Такая позиция является просто верой, и она не прикасается к гораздо более глубоким слоям страданий, которые живут как чувства в нашем организме. В самом деле, чем более решительно мы утверждаем нашу новую религию «ничего невозможно сделать», тем безопаснее отдельная личность остается похоронена в теле. Тем не менее, рано или поздно в уединенности наших сердец наши страдания возрождаются снова и возобновляют поиск счастья. Если как кажущийся человек, мы считаем, что ничего невозможно сделать, мы будем в самом деле в еще худшем положении, чем тот, кто никогда не слышал об учении. Потому что мы не только страдаем, но мы также, запутанные рассуждениями, отказываем себе в средстве, с помощью которого мы можем увидеть происхождение и, следовательно, разрешение наших страданий. Только тот, кто страдает и честно ищет решение, имеет возможность изучения своего опыта и получения понимания природы страданий. Единственное, что не может выдержать страдания, понимание, то есть ясного видения. Страдание – это в конечном счете иллюзия, но для того, чтобы увидеть его таким, его нужно встретить с мужеством и увидеть с ясностью. Единственный выход из страдания прямо через его сердце. Если мы отказываем себе эту возможность, мы застряли. Это отрицание притворства, как признание. Это страх, выдающий себя за мир. Истинное учение всегда спонтанно и может принимать большое разнообразие форм в соответствии с потребностями в данный момент. Рецепт «Ничего невозможно сделать» является лишь одной из возможных форм обучения. Если он приходит в данный момент как ответ любви и понимания того или иного конкретного вопроса или ситуации, то он будет идеальным. Но если он применяется как механический ответ на все вопросы, то он увековечивает невежество, которым стремится облегчить. В самом деле в этом случае он исходит от невежества. Истинное учение не в словах, оно в любви и понимании, от которых начинаются слова и которые их пронизывают. Слова являются просто упаковкой учения. Они являются важными, но только в той мере, в которой не ведут обратно к месту своего происхождения. Таким образом, в руках умелого и чувствительного учителя или друга, в зависимости от текущей ситуации, будет использоваться очень широкий спектр средств и выражений, время от времени включающих выражения, которые, казалось бы, придают забвению, будто бы видимую отдельную сущность и ее следствие, будто бы видимый внешний мир. Аналогичным образом, если учения происходят от умного интеллектуального анализа и представляют слова в идеальной недвойственной формулировке, но им не хватает аромата экспериментального понимания любви, их нельзя назвать правдивой недвойственностью. Недвойственность это живой опыт, а не механическая формула. Так что же делать? Добиваться понимания, не интеллектуального понимания, а экспериментального понимания, ясного видения. Страдание зависит от невежества, то есть игнорирования истинной природы опыта. Оно процветает на невнимательности, оно не может выстоять при четком рассматривании, оно исчезает как тень, когда на нее светит свет. Оно никогда не будет найдено. Вот почему в Индии это называют иллюзией невежества, а не просто невежество. Делайте все, что нужно делать, чтобы увидеть, что невежество и сопутствующие ему страдания не существует. Что должно быть сделано, может отличаться от случая к случаю. Каждый из нас должен узнать это для себя. Результатом этого исследования может быть понимание, что ничего невозможно сделать и нет того, кто делает. Если это так, это становится нашим собственным непоколебимым знанием. Там не будет никаких вопросов и об этом не нужно будет подтверждения от любого внешнего источника. однако за исключением крайне редких случаев это исследование веры в разделение на уровне ума и глубокое изучение чувства нахождения в теле и как тело является необходимым условием для этого экспериментального понимания. без него ничего невозможно сделать и нет того, кто делает, просто становится новой верой и недвойственность или адвайта деградирует от живого экспериментального понимания к религии. когда признается, что только присутствие действительно есть, в то же время понимается, что отдельное лицо его страдания являются и всегда были несуществующими, поэтому идея о том, что эта кажущаяся сущность может что-то делать или не делать, больше не возникает. однако до тех пор, пока это не стало нашим собственным практическим пониманием, лучшее, что мы можем сделать, это исследовать кажущуюся двойственность опыта, потому что эта кажущаяся двойственность завуалировала счастье мира и любовь, к которому мы стремимся. То есть мы можем исследовать внутреннее я и внешний мир. Неважно с какой стороны мы начинаем, потому что они являются по сути двумя сторонами одной медали. Однако если мы начнем с внешнего мира, мы очень быстро должны принять во внимание того, кто воспринимает этот мир. И я это имя, которое мы даем этому будто бы существующему образованию. Следовательно, логичнее начать с отделенного внутреннего я. Первая форма, в котором отображается отделенное внутреннее я, это вера. Эта вера была уже изучена очень подробно, и достаточно здесь сказать, что исследование веры в разделение является, по сути, лишь прелюдией к глубокому изучению чувства разделения. Очень немногие учения обращались когда-либо к этой сфере. В лучшем случае чувства отслеживались по направлению к историям, которые их вызвали, то, что сделали или не сделали нам в детстве наши родители, как относились к нам наши партнеры, дети, работодатели и так далее. Но это действительно не рассматривает наши чувства. Это изучение рассказов о наших чувствах, но не сами чувства. Таким образом, это еще один аспект расследования на уровне ума. Однако чувства живут в теле. Эти ощущения в теле составляют на сегодняшний день крупнейший аспект ощущения разделения. На самом деле в теле есть множество слоев чувств, каждый слой скрытый и более утонченный, чем выше него. Страх исчезновения и ощущения, что чего-то не хватает, являются двумя основными формами отдельного внутреннего я, которое заселило тело и превратило его в сеть ограничений, напряжений и сопротивлений, которые затеняют его естественную открытость и прозрачность. В самом деле наше истинное тело это тело осознающего присутствия, но воображаемое я присвоил это присутствие и превратило его в сущность, кажущуюся прочной и плотной. Эта плотность состоит из слоев чувств, которые незаметно диктуют наши принципы движения и деятельности и которые со временем сами закрепляются в физическом теле. Два главных местонахождения чувства отдельного внутреннего я находятся в зоне головы и груди и ощущающий, но это само по себе является поверхностным анализом. Голова сама является колонией таких напряжений. Я смотрящий, расположенный позади глаз, я слушатель, расположенный внутри ушей, я дегустатор или спикер во рту, я обоняющий в носу. На самом деле все чувства и поэтому каждое чувственное восприятие имеет соответствующие я чувства в голове. Есть еще я чувственный или любящий в области груди, я деятель в руках, я двигающийся ходящий, исполняющий и так далее, вплетены в плотную многослойную ткань естьности, пронизывающей тело. Исследование естьности в теле является первым открытием этой ткани и впоследствии ее растворением. Есть в организме может быть приравнена к коробке полной старых семейных фотографий из нашего раннего детства. На верхних изображения четкие и ревко узнаваемые. Однако, когда мы продвигаемся по стопочке фотографий вниз, они становятся более бледными. Они начинают терять четкость и ясность. Чувства разных я такой же. Наиболее очевидные из них могут храниться как общие ощущения, пронизывающие голову и грудную клетку. Но когда они четко увидены, тогда в теле проявляются более тонкие слои чувств меня. Единственное, что эти чувства не могут выдержать, ясного видения, потому что в ясном видении они понимаются и считаются просто нейтральными телесными ощущениями, без отдельного я в их центре. В этом созерцании они теряют необходимость потворствования или избегания. Другими словами, они больше не провоцируют сопротивление или поиск. Они просто могут быть тем, чем они есть, нейтральными ощущениями, появляющимися в нашем прозрачном присутствии. Со временем и с нашим любящим и бескорыстным исследованием, различие между ощущением и присутствием, в котором оно появляется, начинает размываться. Если у нас есть мужество, чтобы остаться с этими ощущениями достаточно долго и не избегать их по обычным каналам мышления и действий, они проявляются как именно это присутствие. На самом деле они всегда были этим, но сейчас они известны и почувствованы таковыми. В процессе испарения каждого слоя чувств в этом экспериментальном понимании разоблачается каждый следующий слой, который находится глубже в теле, ближе к основному чувству меня, который снова освобождается от всех наложенных самостей, когда он подвергается свету осознанию. В некоторый момент распознается ядро ощущения отдельного «я», страх исчезновения и чувство неполноценности. Для некоторых это первое чувство раскрытия незащищенности. Если это так, то это может быть очень пугающим переживанием. Мы можем уклоняться от открытия из себя ему полностью. В этом случае мы можем подойти к нему снова постепенно, как описано выше. Или мы можем все же встретить его в полном объеме в первый раз и иметь мужество и любовь к полной отдаче и приглашению освободить его к состоянию прозрачного присутствия нашего собственного бытия. В этом случае остатки ощущения в теле почти во всех случаях еще остаются и со временем будут постепенно легко естественно растворены из нервной системы. Однако если мы приближаемся более постепенно, то воздействие этого основного страха неполноценности не будет таким драматическим событием и даже может пройти незамеченным. Позже мы обнаружим, что основной узел отделенности в теле был растворен. В любом случае приходит время, когда вся ткань ощущений в теле отдельного я полностью разоблачается и предлагается свету осознающего присутствие, которое смогло как и раньше полностью поглотить ее в себя. Все, что теперь осталось, это само присутствие, пребывающее в себе и как само. Это пребывающее в себе и как само осознающее присутствие является сутью медитации и фактически сутью учения. Со временем оно становится сутью нашей жизни. На самом деле ничего кроме этого нам действительно не нужно. Все слова предназначены только для того, чтобы указать направление к этому пребыванию в присутствии и как это присутствие. Исследование на уровне ума освобождает наше бытие от сомнений и убеждений, с которыми оно было завуалировано, и разоблачает более глубокие слои ощущений в теле. Исследование растворения этих чувств освобождает наше бытие от более глубоких слоев наложенных чувств, оставляя его простым и без всяких украшений. Освобожденное от диктата тирана я, тело и ум сейчас воспринимаются как открытые, пустые, прозрачные и чувствительные, доступные для выражения, понимания, использования и празднования существенных качеств счастья, мира и любви нашего бытия. Присутствие нет необходимости чего-то избегать и никакое состояние не может добавить что-нибудь к его полноте. Таким образом, это простой опыт счастья. Счастье это просто знание собственного бытия, его знание самого себя, как оно есть. Сознательное пребывание в этом это чистая медитация и в конце концов оказывается самой жизнью. Другими словами, счастье является высшей духовной практикой. Вы неоднократно говорили, что осознание знает объекты тела, ума и мира. Вы также сказали, что осознание не знает объектов, самостей, сущностей, других или мира. Как нам примирить эти внешне противоречивые заявления? Предложение о том, что осознание знает объекты, находится на пол пути понимания, который избавляет нас от убеждения, что тело-ум является независимым субъектом в своем собственном праве, с его собственной способностью думать, чувствовать и воспринимать. После того, как эта формулировка сделала свою работу искоренения предыдущей веры в отдельное существование субъекта и объекта, от нее можно отказаться в пользу более глубокого понимания, что объекты, как таковые, никогда действительно неизвестны. Со временем, конечно, мы также должны отказаться и от этого нового понимания, и мы оказываемся в сияющем центре опыта, просто не в состоянии двигаться от него в абстрактные символы мысли, которые изобретают самости, сущности, объекты, других и мир. Так что эти два заявления не являются противоречивыми. Последние являются просто расширением и уточнением первого. Представьте себе, что солнечный свет может видеть, а также светить. В темную ночь солнце не может видеть объекты мира. Для солнца существует только свой собственный свет, сияющий в пустоте. Только луна может видеть или знать объекты мира в ночное время. Однако свет, с которым луна видит или знает объекты, принадлежит солнцу. Другими словами, хотя объекты освещены, увидены или известны только луне, и они не увидены или неизвестны солнцу, это в то же время свет солнца, с которым они видны. Аналогичным образом осознание не знает объектов. Оно просто сияет в своей собственной пустоте, знающей только себя. В то же время свет или знание, с которым, как представляется, ум знает объекты, принадлежит только осознанию. И так же, как объекты ночью требуют присутствия луны, чтобы их увидеть или познать, так же кажущиеся объекты состояния бодрствования требуют наличия ума для того, чтобы быть видимыми. Несмотря на то, что только луна видит и знает объекты в ночное время, солнце само никогда не соприкасается с объектами, тем не менее, это только свет солнца, который действительно виден, и только солнце, который видит. Так что, с точки зрения луны, объекты есть, с точки зрения солнца нет. Однако, точка зрения луны является иллюзорной. Свет, с которым луна рассматривает или видит мир, не является ее собственным. Даже когда луна кажется видящей, знающей или освещающей объекты, на самом деле это не так. Это всегда только солнечный свет. Чтобы появились объекты, солнечному свету необходимо отразиться от луны. Аналогичным образом, чтобы объекты казались реальными в их собственном праве, знание, которое должным образом принадлежит только осознанию, необходимо отразить от ума или преломить через ум. Когда знание сознания преломляется через ум, оно появляется как объект, так же, как когда солнечный свет отражается от луны, видны объекты. То, что представляется объектами для луны, для солнца, это только его собственный свет. То, что представляется объектами для ума, для осознания, это только его собственный свет знаний. Однако мы можем идти дальше. Что же это такое, что видит Луну? Солнце? Нет. Солнце знает или видит только свой собственный свет. Что это такое, что знает ум? Осознание? Нет. Осознание знает только себя. Луна является Луной только с точки зрения Луны. Ум является умом только с точки зрения ума. Мысли, ощущения и восприятия являются мыслями, ощущениями и восприятиями только с точки зрения мысли. А сознание не знает таких вещей. Оно знает только себя. Это чистый мир-покой. Отношения с учителем Вопрос. Каким вы видите процесс выкорчевывания или выявления личных слепых пятен, Который, видимо, блокирует растворение в естественную открытость бытия? Признаете ли вы своего рода отношения учитель-ученик один на один, которые могут привести к этому типу растворения? Учителю не надо абсолютно ничего. Ни для ученика, ни от ученика. Он или она не имеет никакой программы действий. Так называемый учитель Видит так называемого ученика Как самого себя. То есть, как присутствие. Именно это отношение, Прежде всего, по моему опыту, Самое эффективное средство В истинной связи Между учителем и учеником. Так долго мир рассматривал нас как отдельного человека. И как результат, мы научились думать, чувствовать и вести себя так же. Однажды, по милости, или в результате глубокого страстного желания в наших сердцах, Который также является благодатью, Мы можем встретить кого-то, Кто не рассматривает нас как отдельного человека, Со всеми его сопутствующими требованиями и ожиданиями, Но относится к нам, Как к нашему истинному «Я». Можно просто осознать эту встречу как дружбу. Простое ощущение. Мне нравится этот мужчина или женщина. Мы чувствуем ощущение легкости и свободы в их компании. Мы можем не знать почему, И это не имеет значения. Мы просто наслаждаемся простотой и свободой, И стараемся быть в их компании так часто и так долго, Пока есть желания и обстоятельства, Которые позволяют это. Это такое облегчение, Когда ты не воспринимаешься как отдельное существо Со всеми обычными требованиями и ожиданиями, Которые идут вместе с этими отношениями. Мы просто свободны быть сами собой, Чтобы это не значило для каждого из нас. Иногда контраст небольшой И заметен как расслабление на уровне ума и тела, А иногда и более драматичен, И есть слезы и смех. Часто дружба является единственной формой, В которой проходит процесс обучения. Существует очень мало или нет необходимости вообще В многих разговорах и объяснениях. Есть просто совместное бытие. Таким образом, Легкость и свобода учителя Пронизывает нас, Как будто бы это уже было всегда. И мы ловим их так же, Как простужаемся инфекцией. Тем не менее, Это не лёгкость и свобода другого человека Пронизывает нас. А то, что присуще нашей истинной природе, В которой тело и ум учителя Полностью растворяются. Мы постепенно утверждаемся в ней, Даже не зная, Почему, как и когда это произошло. Но нам это всё равно. Мы можем наслаждаться, Говоря об этом. Но мы можем точно так же Оставаться спокойными Следу нашей жизни И редко упоминая это. Когда моего первого учителя Спросили с юмором, Как он хотел бы родиться В следующей жизни, Он ответил, Самое реализованным, Но без необходимости Говорить об этом. Тем не менее, У многих из нас Возникают вопросы, Многие хотят изучить Этот вкус лёгкости и свободы, И как средствие Начинают задавать эти вопросы. Именно в ответ на эти вопросы Учение развивается И разрабатывается. Если у человека Есть привилегия и удача, Чтобы провести время С таким мужчиной или женщиной, Мы увидим, что учение Всегда живое, спонтанное И прежде всего С учётом момента. Таким образом, Учение никогда не становится Шаблонным или механическим. Вполне возможно, Что в ответ на конкретный вопрос Учитель может Незамедлительно составить Направление расследования Или исследования Или упражнения, Которые могут помочь В решении конкретного вопроса. Позже это забывается, Как со стороны учителя, Так и ученика. Эксперимент был жив В тот момент. Только пандиты И интеллектуалы Собирают все эти советы Учителей И делают из них Фиксированный метод Или систему, Которая впосредствии Становится религией. В первые дни общения С моим учителем Я любил эти опыты И исследования, Особенно в отношении Некоторое время Я прекратил Говорить ему о них И просто наслаждался Находками новых способов Изучения моего опыта. Это касалось Как мышления, Так и исследования Тела и мира. Через некоторое время Больше не было вопросов, Связанных с учением. Это не значит, Что я знал все. Это просто означает, Что мне дали Золотой ключик, И я учился искать Свой путь домой. В течение Некоторого времени После этого Были только вопросы, Касающиеся того, Как эта любовь И понимание Выражаются в отношении К практическим сферам В мире, Таким как работа, Искусство, Отношения, Семья И так далее. А после этого Почти не было разговора В этих вопросах. Просто наслаждение От бытия вместе, В какой бы ситуации Наши два персонажа Не встречались. Таким образом, Учитель, По моему опыту, Не человек С луком и стрелами, Царящееся универество, Во всех его тонких формах. Хотя лук и стрелы Всегда там, Если нужно. По моему опыту, Учитель больше похож На океан любви и понимания. Именно этому океану, С которым с самого начала Мы сравниваем Личность Учителя, А затем приписываем ему Безличное присутствие, Мы предлагаем Свои убеждения И чувства Отделенности И ограниченности, Где они Окончательно растворяются. Как это растворение Происходит, Я не знаю, Но оно является Уникальным В каждом конкретном Случаеем. Для некоторых Оно даже не связано С наличием Учителя. Но и в этих Редких случаях Это все тот же Океан любви и понимания, Который растворяет Бесспорное незнание. Когда смотришь Назад на отношения С учителем, Это загадка. Мы не знаем, Что произошло, Когда, Как и почему. Все, Что остается Это сердце, Растаившее От любви И благодарности. Мы не знаем, Во что мы влюблены, И мы не знаем, Кому мы благодарны. Почти невозможно Говорить об этом. Но в этом И нет необходимости. Потому что Все больше и больше Оказывается, Что вся жизнь Становится Жестом Этой любви И благодарности. Некоторое время назад Мне приснился Сон о моем учителе, Наглядно Иллюстрирующий Мои отношения С ним. Во сне Ирин и я Гостили у него В большом старом доме И готовились Уехать на следующий день. Я хотел попрощаться И поблагодарить его, Поэтому Начал искать его. Через некоторое время Мы оба одновременно Вошли в крошечную комнату В центре дома. Каждый со своей стороны. Наши глаза Встретились И мы тепло улыбнулись. Я подошел к нему И вобнял его. И мы держали друг друга В течение Некоторого времени. В определенный момент Все еще с руками Вокруг друг друга Я начал тереть спину Франсиса И тихо сказал Спасибо, спасибо, спасибо. Когда я закончил Последнее спасибо Я начал терять равновесие. Я стоял на цыпочках Потому что во сне Он был выше меня. Я начал раскачиваться Словно при морской болезни И протянул руку Чтобы найти что-то твердое И удержаться. Однако Когда я сделал это Что-то внутри меня Сказало Не держись за опору. Отпусти полностью. Когда прозвучали эти слова Наши тела Начали таять Одно в другое И через некоторое время Оба наши тела Были полностью расплавлены И растворены Одно в другом. Время как будто Остановилось. В какой-то момент Наши тела Начали появляться И снова принимать Соответствующие формы. Вскоре мы стояли Друг перед другом В обычном виде. Франсис тогда сказал мне Когда говоришь С другими Не забудь Сказать им Кто зарождает свет Мы попрощались И разошлись. Вопрос В индийской традиции Учение происходит Через передачу Прозрения или энергии В зависимости от возможностей Ученика Активирования Гуру или Учителя. Слова могут быть Использованы или нет Но они не являются Основным посланием. Хотя я получаю Удовольствие от обмена Мыслями с другими На пути. Слишком часто Это оказывается Вместо честного Самоисследования Полем битвы мнений. Как бы вы Прокомментировали это? Вы Совершенно Правы. Слова Не являются Основным Носителем Учения. Они Наружный Слой Обучения. Тем не менее Любой язык Это намного Больше Чем Абстрактные Звуки. Мы Все знаем Например Что есть множество Способов Просто Сказать Привет. Каждый Из этих Различных Способов Добавит Глубину И смысл Слова. На самом Деле То, Как мы Сказали Слово, А не Само Слово, Является Его Истинным Значением. Точно Так же Есть Много Других Аспектов Учителя Или Учения, Которые Передают Суть Понимания. Еще Более Мощными Чем Эти Тонкие Способы Общения Являются Тишина, Любовь И Понимание, Из которых Возникают Слова. Если Наши Слова Происходят От Этой Тишины, Они Приходят Как бы Беременны Ею, И Они Переносит Это Безмолвие Прямо В сердце Слушателя. Слушатель Может Даже Не Знать, Что Это Семя Молчания Было Посажено В Ум Принимает К Сведению Тот Факт, Что Что То Изменилось Нам Не Нужно Знать На Самом Деле Мы Не Можем Знать Как И Когда Это Семя Было Посажено Это Как Влюбленность Почему Именно Это Конкретное Лицо Или Улыбка Закрутили Этот Водоворот Любви Кто Знает И Кого Это Волнует И Когда Эта Любовь Заволновала Нас Не Было Ли Это То Что Мы Всегда Знали Но Видимо Забыли Разве Мы Не Признаем Эту Любовь Как Самое Близкое Знакомое Что Мы Знаем Разве Мы Не Знаем Живем Не Для Этого Человека А Для Этой Любви То же Самое И С Учением Или Учителем О чем Это Учение Или Учитель Который Кажется Ускоряет Это Пробуждение Любви К Абсолюту Я Не Знаю Как Получается Что Взглядом Или Словом Или Жестом Можно Растопить Сердце Я Не Знаю В Вначале Может Показаться Что Эта Любовь Зависит От Учителя Так же Как Когда Мы Подростками Чувствуем Что Любовь Зависит От Нашей Возлюбленной Но Со Временем Этот Роман Задерживается Даже Когда Учителя Или Учения Нет Может Быть Просто Мысли О Учителе Или Учении Все Что Требуется Чтобы Пробудить Любовь Которая Живет В сердце Со Временем Даже Мысли Учителя Или Учения Не Требуется Любовь Просто Пробуждается По Своему Собственному Призыву На Самом Деле Она Всегда Была Такой Учитель Учение Любимое Ребенок Были Только Формами Которыми Любовь Рисует Выявленные Объекты В глубине Сердца Эпилог Мой Пятидесятый Год Пришел И Ушел Я Сидел Одинокий Мужчина В Переполненном Магазине Лондона Открытая Книга И Пустая Чашка На Мраморной Столешницы Хотя Я Смотрел На Магазин И Улицу Мое Тело Вдруг Вспыхнуло И Двадцать Минут Более Или Менее Мое Счастье Казалось Настолько Велико Что Я Был Благословлен И Мог Благословить Сердце Опыта Все Что Когда-нибудь Испытывалось Является Опытом Переживания Что Это Такое Опыт Переживания Только Опыт Он Испытывает Или Знает Себя Это Чистое Испытывание Есть Тем Чем Мы Являемся Оно Наполнено Близостью Нашего Бытия Существует Только Я Чистое Испытывание Принимающее Форму Совокупности Опыта Но Никогда Не знающее Себя Как Нечто Иное Чем Само Например Как Тело Ум Или Мир Тело Ум И Мир Являются Такими Только С точки Зрения Ума Но Точка Зрения Ума Является Воображаемой Точкой Зрения Как Точка Зрения Человека В нашем Сне Или Персонажа На Телеэкране Такая Точка Зрения Реальна Только С Воображаемой Точкой Зрения Мнимого Отдельного Я На На самом Деле Точек Зрения Нет Есть Только Зрение И Каждая Часть Зрения Хотя В действительности Зрение Не сделано Из частей Пронизано Видением Или Испытыванием Она Сделана Только Из Видения Или Испытывания Иными Словами Взгляд Видит Себя Но Не Как Объект Он Слишком Близок Слишком Тесен Чтобы Видеть Или Знать Себя Как Что Например Как Взгляд Или Объект Опыт Слишком Близок Себе Чтобы Знать Себя Как Тело Ум Или Мир Что Такое Испытывание Себя Выгляни В окно Во Вневременной Момент В это По сути Вездесущий Теперь Прежде Чем Появится Мысль И скажет Ощущение Или Восприятие Прежде Прежде Чем Появится Мысль И Скажет Чувствование Или Воспринимание Прежде Чем Появится Мысль И Скажет Что Это Мысль Что Же Такое Этот Опыт Опыт Это Все Что Испытывается Но Он Не Может Пойти В Это Место Мысль Просто Не Способна Назвать Истинное Содержание Опыта Потому Что Чтобы Сделать Это Означало Бы Отделиться От Опыта Как Отдельный Познающий И Взглянуть Назад На Опы Это Именно То Чем Есть Внутреннее Я Мнимый Отдельный Познающий Опыта Только Мнимый Ум Может Делать Такие Вещи Но На Самом Деле Он Делает Это Только В Его Собственном Воображении В Действительности Он Такого Не Делает Действительно Ум Является Умом Только С Точки Зрения Ума С Точки Зрения Самого Опыта Опыт Находится Так Близко К Себе Так Тесно Что Он Не Может Подняться И Знать Себя Даже Как Опыт Это Близость Не Знающей Инаковости Не Знающей Объектов Самости Существ Других Или Мира Есть Опытом Любви Некоторые 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 Нас Могут Найти Это Сложным Абстракт И Непонятным И Отклонить Это Как Философский Бред Для Других Это Поможет Сформулировать Что-то Что Мы Всегда Знали Но Возможно Никогда Не Обращали Достаточно Внимания Слушая Эти Слова Мы Можем Чувствовать Что Мы Написали Их Сами Так Тесно И Точно Не Описывает Наш Опыт Мы Можем Найти Тело Ум И Мир Растворяющиеся В Понимании И Будем Знать Это Понимание Как Любой Ум Может Время От Времени Пытаться Подниматься Чтобы Узнать Что-то Но Он Будет Снова И Снова Легко Растворяться В Этой Любви И Понимании Время От Времени Мы Можем Оказываться Просто Сидящими В Тишине Полностью Погруженными В Непосредственность И Близость Момента Не Погруженными Как Человек Но Скорее Зная Только Эту Непосредственность И Близость Чувствуешь Что Это Одновременно Мемолетное И Вечное Без Смысла Но Драгоценное Одновременно Хрупкое И Нерушимое Нереальное Как Объект Но Совершенно Реальное Как Любовь И Когда Звонит Телефон Мы Берем Его Зная Что Все Что Мы Хотели В Этот Момент Ответить На Телефон Когда Наш Ребенок Спрашивает Чипсы То Все Что Мы Хотели В Этот Момент Купить Чипсы Когда Мы Моем Лицо Утром То Все Что Мы Хотели В Этот Момент Это Ощущение Теплой Воды На Нашей Коже Все Чего Мы Касаемся Везде Где Мы Посмотрим Все Что Мы Слышим Мы Благословляем Это Нашим Прикосновением Нашим Взглядом Слушанием И Одновременно Благословлены Этим Сами Мы Оказываемся Около Сути Жизни И Как Сама Суть Жизни Без Малейшего Мотива Сопротивляться Или Искать Мы Понимаем Мотив Художника Взять Кисть И Нарисовать Лицо Пейзаж Или Бутылку Выражая С каждым Мозком Близость Динамизм Живость Любовь Которые Пронизывают Весь Опыт Которые Есть Всем Опытом Мы Понимаем Желание Сделать Чашу В которой Растворится Мир Мы Мы Понимаем Как Любовь Изливается В Мозке Записки Улыбки Следе Или Жесте Мы Понимаем Что Именно Это Видение Которое Делает Все Вещи Красивыми На самом деле Растворяет все кажущиеся вещи в красоте. Все, что мы видим и делаем, священно. В центре всего опыта открытая дверь. Это не дверь, которая ведет к убежищу вне опыта. Она приводит нас так глубоко в сердце опыта, что опыт сам по себе теряет свои знакомые имена и формы. Мы понимаем, что, по сути, именно эти знакомые имена и формы держали нас вне опыта. Они окутали покрывалом близость, любовь, являющаяся естественным состоянием всех опытов. Ум просто не может пройти через эту дверь. Он даже не знает ее местонахождение. Она надежно скрыта в самом сердце всего опыта. В самом сердце опыта есть огонь, который сжигает все, что мы знаем, который превращает все вещи в себя. Предложи все этому огню. Этот огонь является опытом мира и счастья, для которых предназначены все вещи, из которых все вещи исходят. Это то, к чему мы стремились всю нашу жизнь, и мы находим это здесь, сияющим в сердце всего опыта. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok